активно обновляет модельный ряд. Одна из недавних премьер кроссовер Sorento. Это уже четвертое поколение полноприводника. Машина увеличилась по всем направлениям. Овально-плавные формы заменились резкими и угловатыми. Очень интересно оформлена задняя боковая стойка. Она будто обрывается в воздухе. Необычно смотрятся и разделенные на два сегмента фонари. В общем, визуально новый Sorento воспринимается более породистым и дорогим автомобилем. Впрочем, так оно и есть. Цена выросла. За тестовую версию просят 2 миллиона 699 тысяч рублей. Конкуренты Hyundai Santa Fe, Nissan Murano и Skoda Kodiaq. По качеству отделки добротный средний уровень. Но в дизайне оснащения сделан большой шаг вперед, и это видно невооруженным глазом. Самая странная опция — раздел «Звуки природы» в меню мультимедиа-системы. Активируешь, скажем, снежную деревню и слушаешь, как похрустывает под ногами снег, хотя стоишь в городской пробке. По обзорности и эргономике к салону вопросов нет. Равно как и к простору на втором ряду. Из прочих приятностей — шторки на задних окнах, подстаканники в дверях и четыре USB-разъема. Есть тут и третий ряд, но человеку ростом выше среднего здесь неуютно. Тестовый автомобиль снабжен четырехцилиндровым бензиновым атмосферником с распределенным впрыском топлива. При рабочем объеме 2,5 литра он развивает мощность 179 лошадиных сил и 225 ньютон-метров крутящего момента. До сотни ускоряется за 10,3 секунды. На малом и среднем ходу потенциала мотора хватает. Но если захочется поактивничать, то вы быстро поймете, что еще десятка-полтора-два лошадок под капотом были бы точно не лишними. Ходовые качества этой модели — самое слабое звено. Главная проблема — недостаточная плавность хода. Кореец вздрагивает даже на скромных с виду неровностях, что быстро утомляет. В ходовых поворотах Kia не достает монолитности. Заднюю подвеску все время переставляет, будто она живет отдельной жизнью. Передний бампер закреплен слишком низко. На перекосах им то и дело цепляешь грудь. Клиренс в 16 сантиметров тоже маловат по меркам сегмента. Это кроссовер только внешне, а вот по содержанию скорее приподнятый полноприводный универсал, который старается выглядеть как кроссовер. Новый Соренто подкупает стильным дизайном, богатым и просторным интерьером. Но его шасси требуют перекалибровки, по крайней мере, для российских реалий. Да, и в общем он все больше и больше становится горожанином. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!